Проект «Лучший студент» набирает обороты. Сегодня мы узнаем, как научиться разговаривать с животными на одном языке. А расскажет нам об этом студентка Курской государственной сельскохозяйственной академии Дарья Старниченко. Привет, Даша! Расскажи, как ты выбрала профессию ветеринарного врача? Профессию ветеринарного врача я выбрала с самого детства. Я с 13 лет занимаюсь конным спортом, езжу верхом, а лошадей, наверное, любила с самого моего рождения. Я считаю, что всем нам, конникам, надо выписывать справки, мы все больны. Это та болезнь, которая прививается с детства, и она идет с тобой до конца. И, наверное, в 13 лет, даже, может быть, чуть постарше, мне стало интересно понимать и знать, что происходит вообще с организмом животных, почему они болеют, как их лечить, всю анатомию, строение, как понимать фактически с одного взгляда, что лошадь хромает, что у нее какие-то сильные нарушения в движении, внутри. И я выбрала не случайно Курскую государственную сельскохозяйственную академию. Пошла туда учиться. С первого курса уже поняла, что это моя профессия, мне было так интересно, я училась на одни пятерки. Можно отметить, что студентов, если все такие студенты в сельскохозяйственной академии, то можно гордиться этим учебным заведением. То есть она очень коммуникабельная, грамотная. То есть вопросы все решают, которые перед ней ставят, очень быстро, своевременно, оперативно. И случилось так, что меня судьба сюда привела работать. Уже, будучи на пороге фактически выпуска, меня сюда пригласила Шведона Оксана Борисовна работать. Моя должность – специалист по испытанию лошадей расистых пород. И я планирую работать на полставки здесь ветеринарным врачом. Поэтому вот так вот у меня сложилась интересная судьба. Даша очень коммуникабельна, значит, очень ответственно подходит к своей работе. Очень трудолюбива, даже вплоть до того, что мы с Дарьей Игоревной выходим и в выходные дни на работу. А самое главное у Дарьи – большая любовь к лошади. Поэтому у нее все легко и получается. Существует стереотип, что ветеринарный врач должен быть такой, знаешь, такой крупный мужчина, который обычно работает с крупным рогатым скотом. А тут такая вроде хрупкая девушка и выбирает такую профессию. Много ли у вас вообще, в принципе, девушек учатся на ветеринарном факультете? И как ты считаешь, это вообще профессия для женщин или нет? Парней, конечно, маловато. А в плане того, что сложная профессия, ты знаешь, сложная профессия, она, наверное, больше на таком ментальном уровне, потому что это все-таки профессия, связанная с животными. Будь то собака, кошка, лошадь, корова – это все-таки существо, которое тебе не скажет, где она болит. Ты должен по каким-то определенным клиническим признакам понять, где болит и почему болит. С человеком попроще – выпей таблетку, волшебную пилюлю, дальше у тебя ничего болеть не будет, это все пройдет. В этом плане здесь работа, вот здесь сложная. А в плане физического, ты знаешь, конечно, здорово, когда ты там мастер спорта по вольной борьбе, и у тебя огромные бицепсы, трицепсы и очень большая мышечная масса. Да, здесь, конечно, попроще, например, поддержать ту же лошадку или удержать кошку. Но, слава богу, слава богу, есть всегда хозяева, которые хорошо знают норов своего животного, и они всегда помогут поддержать. Если ты можешь общаться, ты всегда выяснишь, всегда попросишь помочь. Давай представим, что тебе нужно найти общий язык с новой лошадью. Какие будут твои действия? Я всегда как-то подхожу с таким спокойствием, уверенным, уверенным спокойствием. Вот если присмотреться за их действиями в процессе того, как ты к ним подходишь, с каким эмоциональным настроем, они, конечно, это все очень сильно показывают. И апатией, и игнорированием, нежеланием подойти к человеку, нежеланием повернуться к человеку. Если интереса нет, то тут стоит настораживаться. Либо ты что-то не так делаешь, либо у лошади, в принципе, нет настроения к тебе подойти. Вот если ты идешь к ней, то ты идешь уверенным шагом и спокойным. Ты можешь разговаривать, подозвать, протянуть руку. Если у тебя есть сахар, это вообще идеальный вариант. Просто тут фактически 50% выигрыша. Либо сахар, либо яблоко. Это подкупные существа, они, конечно, за сладость многое отдадут. Но, знаешь, есть такие животные, которые даже за сахаром не подойдут. То есть тут все... Надо пробовать все методы. Все методы, если что-то где-то выиграл, ага, думаешь, все, супер, классно, я выполнил свою задачу, все отлично. А если бы у тебя была возможность превращаться в любое животное, то какое это животное было бы и почему? Однозначно лошадь. Это даже не оговаривается, это однозначно лошадь. И вы знаете, раньше, когда я была чуть помладше, мне хотелось бы превратиться в дикую лошадь, чтобы меня никто не трогал, я скакала по степям, по горам, была сама по себе, может быть, была в каком-то табуне. А сейчас, а сейчас, из-за того, что, наверное, я стала постарше, может быть, помудрее и прикипела к тому, что вообще в моей жизни находится, я бы превратилась бы в лошадь у доброго, любящего хозяина. Разрешала ему ездить на себе, в том плане седлаться и выполняла бы огромное количество элементов. Вот я бы хотела быть у доброго, любящего, хорошего хозяина лошадкой. Как же все-таки, как научиться общаться с животными на одном языке? Знаете, я могу сказать, что в общении с животными главный, самый главный, самый очень важный критерий – это любовь к животным. Если ты животных не любишь, найти общий язык будет очень трудно, потому что от нелюбви рождается страх, от нелюбви рождается агрессия. Бывает такое, что у кого-то остается какая-то психологическая травма, меня там, допустим, например, меня укусила в детстве собака, и я теперь собак ненавижу. То есть у человека складывается стереотип о том, что все собаки агрессивные, все собаки убийцы, они все злые, они все кусают, убивают. Да, то есть даже самая маленькая собака для него будет огромной немецкой овчаркой. Вот все из-за непонимания, все из-за непонимания, из-за нелюбви. Из-за нелюбви. Надо понимать, что они все очень классные, они все очень добрые. Я не понимаю, я вот честно никогда не думала, как можно животных не любить, как их можно не любить, не гладить, не подходить к ним. Мне кажется, что это такой дар, который нам дали свыше. Как раз они почувствовали всю нашу любовь, и к нам пришли наши бобики. У нас здесь их тут много. Можете себе забрать. На здоровье забирайте.